Дорогие коллеги, моя лекция будет посвящена нескольким аспектам вредных фаз в наноструктурах и проявлению позитоденсации в наноструктурах. Прежде чем начать непосредственно с темы лекций, позвольте мне начать кратко с историей вопроса. В 1924 году БАЗЕ придумал новый способ вывода теплового распределения планка. Он ввел понятие о тождественных частицах. Это, собственно, не залагается после статистической физики, как вывод БАЗЕ. Он направил свою статью «Philosophical perceptions» и она была отравнута, как незаслуживающая публикация. После этого он направил свою статью в его письмо Эйнштейну. Я измерюсь послать вам прилагаемую статью для внимательной чтения и оценки. Очень бы хотелось узнать, что вы о ней думали. Эйнштейну понравилась работа. Он перевел ее на немецкий язык и опубликовал в «Сарщик Трофизик». После чего он начал работать над соответствующим методом для того, чтобы обобщить его не для фотонов, а для частиц массой отличной от нуля. Как известно, для фотонов химический потенциал равенную. Потому что химический потенциал – это производная от свободы энергии по числу частиц. Но число частиц в равномесии определяется в условии минимума. То есть условие экстрема ДФДН равняется нулю. Значит, химический потенциал всегда равен нулю. В случае же частиц с массой отличной от нуля. Химический потенциал отличный от нуля. Он меньше нуля от невзаимодействующих частиц. И при понижении температуры получается так, что химический потенциал увеличивается по абсолютной причине и в какой-то точке достигает нуля. Но оказалось следующее обстоятельство. Если проинтегрировать функцию распределения Бозе, Эйнштейн, как потом стали ее называть, по энергии, то мы должны из условий формировки получить число частиц. А оказалось, что интеграл меньшее числа частиц. Его все время вмешается. Тогда Эйнштейн, после недолгих размышлений, я даже видел соответствующую справку Эйнштейна, вставил такую фразу. Сделаем гипотезу, что все частицы, вот эти недостающиеся, на самом деле попадают в одно основное состояние. Понимаете, во всех состояниях число частиц пропорциональный интервал. А в одном единственном состоянии, как сейчас бы мы сказали, там помимо непрерывного распределения Бозе и Эйнштейн, имеется еще одна эта функция. Таким образом, этот парадокс был ликвидирован. Температура, при которой возникает равенство нулю химического потенциала и наличие вот этого макроскопического заполнения основного состояния, которое потом начало называться Бозе и Эйнштейновской конденсацией, несправедливой Эйнштейновской конденсацией. И она получила столько уменьшения, как частиц с массой отлично от нуля. Соответствует температуре порядка h квадрат стейнер планка делить на массу частиц на n в степени 2 трети. И это отвечает, конечно же, квантовому режиму, когда температурная длина волны демброльной порядка равна среднему расстоянию между частиц. Усточностью до константы. Таким образом, вот красная линия, это непрерывное распределение при Т больше ТС, а при Т меньше ТС, вот непрерывная линия, а потом скачком некое состояние вблизи энергии равна нулю. После этого началась долгая история, но основные я попытаюсь рассказать об основных этапах только. В 1938 году Карбеса открыл сверхтекучесть гелия. И тогда немедленно Лондон сказал, ага, вот это и есть база конденсация. Для того, чтобы объяснить сверхтекучесть гелия, позже Ландау построил филологическую теорию. Он не использовал понятие база конденсации, естественно. Потому что, ну вообще, трудно было бы и применить теорию база конденсации, казалось бы, к этому состоянию. Потому что база конденсация была разбита для частиц, не взаимодействующих. А здесь конденсированные фазы и частицы очень сильно взаимодействуют друг другу. Было неясно, даже есть база конденсации или нет. Позже оказалось, что есть. Точные расчеты методом Монте-Карна позже показали, что концентрация база конденсации не велика. Оказалось следующее. Для основного состояния системы нет взаимодействующих частиц. Все частицы в основном состояли в базе конденсации. Увеличиваем взаимодействие. Пусть эта температура очень низкая или температуры даже много. Тогда частицы выходят из базы конденсата. Энергия не равняется сумме энергии, если частицы взаимодействуют. Выгодно им выходить из базы конденсата, при этом полная энергия понижается. И чем больше взаимодействие, тем больше истощается конденсат. Так вот, гелий истощился настолько, что в нем осталось только 9%. Экспериментально меряется база конденсат. Были попытки измерения базы конденсата в непосредственном гелии в следующем образом. Рассеиваются нейтроны. В базе конденсате, поскольку частицы обладают в основном составе импульсом равным нулю, то не передается импульс и должен быть маленький печок. Но как это считается? Считается полное число рассеянных нейтронов, полное число частиц, и число рассеянных частиц на угол отличное от нуля. А потом вычитается. Ну, это малая, разные двух больших причин. Это все равно, что взвешивать с капитана, взвешивая судно с капитаном, потом вычитая вес судна. Можно получить и отрицательную вес с капитана, между прочим. То есть, при этом, это означает, что критерий три сигма, то есть ошибка, в общем, не намного меньше, чем мы получаем результат. По этой причине, наличие возрасте конденсата не было надежно установлено в гель. А что нужно для того, чтобы установить его? Ну, понятно, нужно ослабить взаимодействие. Но ослабить взаимодействие, значит, сделать газ все более и более разреженным. Но если газ сделать разреженным, то концентрация понижается. А по формуле, которую я приводил, вы видите, что температура пропорциональна не для третьих. А масса довольно велика. И оказывается, чтобы работать с газом, в котором наблюдался бы база конденса, нужно охлаждать газ этот до температур нано-кельвины. И по этой причине понадобилось десятилетие развития для того, чтобы охладить газ для соответствующей температуры. Понадобилось еще одно номерское время для того, чтобы установить, каким образом можно охладить газ с помощью лазерного излучения. То есть лазерным излучением забрасывали электроны на верхние уровни. При этом лазерное излучение энтропия почти нулевая. А потом они, фотоны, после перехода из возбужденного уровня в основное состояние, фотоны спонтанным образом испускаются по разным направлениям и носят энтропию. То есть система охлаждается. Таким образом можно было охладить газ достаточно глубоко. Кроме того, можно было систему поместить в ловушку, а потом снять карфаймент ловушки так, что газ расширяется. В результате были достигнуты вот эти температуры нано-кельвины. Одновременно было дальнейшее концептуальное развитие. В работе, которая не имела отношения с вертекучестью, в 1950-м году в знаменитой Нобелевской работе Гитлбурга Лагдау, посвященной феминологии с вертекучестью, они ввели очень важное понятие. Понятие «он», которое потом стало называться «недиагональный дальний порядок». Если взять одночастичную матрицу плотности, ее «недиагональный элемент», зависящий от координат, и раздвигать эти координаты, то для всех систем «недиагональный элемент» должен стремиться к нулю. Но в эгерентном состоянии, оказывается, на больших расстояниях он не стремится к нулю, а, как предположили Нандау и Лившиц, он равен произведению двух функций, в которых Пси-Атера-1, Пси-Атера-2, и Пси-Атера они стали называть параметром порядка. То есть, фактически, на дальних расстояниях есть какой-то порядок для разных координат. Вот этот порядок стали называть «недиагональным дальним порядком», и он связан с наличием вот этой функции Пси-Атер, которую стали называть макроскопической волновой функцией, характеризующей квадренную систему. Были замечательные работы Ландау, Халатникова, посвященные развитию теории сверхтекущей и так далее. У меня нет времени на это восстанавливаться. Значит, я сосредоточусь на базе конденсации. И, наконец, через 70 лет после предсказания базе конденсации, наконец, базе конденсации была открыта в охлажденном газе нейтральных атомов, в ловушке при температуре порядка нанокельвина. Вы установили это следующим образом. Понятно, что если имеется в системе базе конденсации, то система как бы состоит из двух компонентов. Одна с энергией больше нуля, и у нее есть энтропия, а другая как бы находится в основном в состоянии системы при температуре как бы ноль. И это означает, что в основном в состоянии системы, конечно, все частицы должны свалиться в центр ловушки. И там должен быть пик. Если осветить ловушку, то этот пик при растении должны были бы обнаружить. И вот действительно он был обнаружен. При понижении температуры, видите, вырастает после пик. Помимо этого, если система конденента, если вы возьмете две ловушки с бозы газом, и снимете компанию, значит, удерживающий потенциал, то база конденсации начнут распространяться навстречу друг другу. И поскольку система квантовая, то в системе возникнет интерференция. И эта интерференция наблюдалась. Кстати сказать, в этой области было много и очень забавных моментов. В частности, один забавный момент был такой. Пытались интерференцию наблюдать для гелия, но гелий как раз длины когерентности микроскопически малы, и никакой когерентности и быть не могло. По этой причине авторы соответствующих исследований, в этой области, кстати, для гелия-3 была известная работа Андерсона ошибочная. А в гелии вот это было такое наблюдение, так что авторы опубликовали свои труды в виде стихотворения в журнале «Соли Стейс Коммитейшнс». И это было очень давно. И кто-то из референтов Винети, даже соответствующий реферант, написал тоже в виде стихотворения. Ответ был такой, что результат отрицательный. Но вот здесь действительно обнаружили базовый конденсат, но при очень низкой температуре. Сейчас это громадная область, здесь есть ряд интересных эффектов, и она интенсивно развивается. Давайте перечислим вообще системы, такие с макроскопической конденсатом, в которых мог бы быть конденсат. Ну, во-первых, значит, это обнаруженная базовая конденсация разреженного газа атомов, свертягучий гелий, в котором всего 9% конденсата. Но, кроме того, интересно было бы поискать некоторые другие системы, в которых, как вы помните, температура перехода обратно пропорциональной массе. Как бы поискать такие частицы, у которых масса была бы существенно меньше массы атомов, так что температура значительно больше. И по этой причине возникла мысль использовать какие-то возбуждения в твердых телах, эксидоны и другие. Ну, кроме того, сейчас как бы установлена базоконденсация магнонов, обсуждается вопрос о базоконденсации сверхтекучести в астрофизической системе, и существует некий подход к описанию теории лазеров в виде конденсата фотонов, но это не равновесный конденсат, то есть это некий, на самом деле, не вполне то, о чём сейчас идёт Ильич. Теперь, если говорить о возбуждениях, то следует понимать, что электронные дырки взаимодействуют по кулоновскому закону, по этой причине, на первый взгляд, должен быть вообще мэппинг, должно быть взаимнооднозначное соответствие между тем миром, в котором мы живём, и, соответственно, базоконденсат, в котором наблюдается, и миром квазичастиц, которые тоже взаимодействуют по кулоновскому закону, но нужно учесть только масштабное преобразование. Энергосвязи атома-водорода – это Ритберг, а энергосвязи экситона – это эффективный Ритберг, который отличается от Ритберга заменой массой, эффективной массой электронов и дырок, ну, в частности, в арсените Гарри эффективная масса – 0,07 массы, то есть существенно меньше. И делить ещё на диэлектрическую проницаемость. Для арсенита Гарри – это 12,1. То есть, видите, «эпсин» в квадрате – значит сотня. То есть существенно меньшие масштабы по энергии. Что касается энергии, что касается эффективного боровского радиуса, то он существенно больше, потому что здесь пропорциональность «эпсин» и обратно пропорциональность эффективной массе. По этой причине у атома водорода боровский радиус – это пол ангстрема, ну, а здесь 70 ангстрем. Скажем, для арсенита Гарри и эффективной энергосвязи – 5 милей электронов. Но, в основном, как бы должно быть, должно быть взаимоднозначное отображение. На самом деле это не вполне так. Потому что мы живём-то в трёхмер мы неим, а по управниковой структуре можно изготовить любые. Можно сделать двумерными, однонервными, можно взять разные топологи. Существенную роль играет примеси. Ну и кроме того, существенную роль может играть и неравновесная система. Но, если отличить от этих факторов, то должны быть соответствующие аналогии. Неидеальному газу должен отвечать неидеальный газ экситрунов. Конденсация Базенштейна должна соответствовать базоконденсации экситрунов, связанных с состоянием электронных и дёрок. И должны наблюдаться, возможно, и другие фазы более экзотические. Теперь температуры. Как я уже говорил, обратно про профессиональную массу. По этой причине температура переходов может быть даже на 8 порядков больше, чем у атомных газов в ловушках. И по этой причине это можно было бы, возможно, даже использовать для какой-нибудь бездисципативной передачи информации и так далее. По этой причине это интересно. Но вот есть существенное ограничение, что условия существования газеравновесной фазы должны быть таким, что время жизни этой фазы электронные дырки рекоментированы. Но оно должно быть существенно больше, чем время релаксации. То есть система должна успеть срелактировать в равноместную фазу. Существует несколько путей для выполнения этого условия. Один из путей в своё время был предложен нами, и он сейчас как раз и используется в одной из систем, о которых я буду говорить. Я буду говорить, собственно, о трёх системах, в которых, как утверждают экспериментаторы, наблюдается базар-контенсация. Вот одна из систем, которая была предложена в наших работах довольно давно, и сейчас экспериментально наблюдается в ряде групп. Система состоит из двух тонких полупрудниковых слоёв, так называемых квантовых ям, отделённых барьером. Между ними приложено электрическое поле, и оно разделяет электроны и дырки. Так что в одной системе имеется электроны, в другой — дырки, но есть, образуется связанное состояние электронов и дырок. Это такой эксидрон, у которого в основном состояние имеется диполь. Эксидроны друг от друга. Отталкиваются по дипольному закону, и по этой причине это предотвращает образование, так называемых электронных дырочных капель, так что система остаётся системой базу. Теперь, если приложить к системе напряжение, то в принципе можно запустить ток в одной из плёнок, тогда будут увлекаться и электроны в другой плёнке. Но это будет отвечать тому, что это течёт ток в противоположную сторону. Если в системе есть сверхтекучесть, то соответствующее движение будет бездиссипативным. Это базово, значит, в системе возможно сверхтекучесть. И тогда это возможно бездиссипативная электропередача информации. Кроме того, если приложить параллельное магнитное поле, то по системе диамагнитный ток отвечает тому, что как бы существует круговый ток. А это именно… Иговорят на том, что в системе текут вот эти эксидоны бездиссипативным воздуха. Значит, имеются два режима. Один режим – это режим плотной системы, когда имеется в нулевом приближении ферми-сфера электронов. В одной плёнке ферми-сфера дырок в другой. Электроны притягиваются к дыркам. И эта система эквивалент той, которая имеется в сверхпроднике. Там имеются две сферы ферми-электронов. Одна со спином вверх, другая со спином вниз. А притяжение связано с обменом фономами. А здесь это просто гулоновское притяжение. В этой системе, точно так же, как в сверхпродниках, к этой системе применима теория типа Бардена-Губера-Шерифера, в этой системе образуется щель, система может быть сверхтекучей. Вот этот режим экспериментально не наблюдался, наблюдался экспериментальный режим, разреженный наоборот системой. Я о нем чуть позже поговорю. Но наблюдался соответствующий режим в близкой системе. А именно, пусть имеются две плёнки электронов, но в сильном магнитном поле. Тогда я обращаюсь вот к лекции Мирлина. Мирлина рассказывал, что если система находится в сильном магнитном поле, то в системе имеется квантование. Это квантование ламдау. То есть, в системе не непрерывный спектр, а дискретный, состоит из разнесённых на одно и то же расстояние уровней ламдау. Расстояние, постоянная планка умножить на циклотронную частоту, частоту классического движения электронов в магнитном поле. Теперь, но каждый уровень вырожден. Кратность вырождения, согласен с приведённой формулой, я не буду снова это всё выводить. Значит, вот какая. Она пропорциональна магнитному полю. То есть, на другом языке, число возможных состояний на уровне ламдау равняется числу, в точности равно числу квантов потока, проходящих через систему. Если уровень ламдау полностью заполнен, это значит, что каждому электрону соответствует один квантов потока. Если уровень ламдау заполнен наполовину, так мы подобрали магнитное поле, то на каждый электрон приходится два кванта потока. Тогда остаётся половина свободных мест. Система вырослена. Решить эту задачу сложно, но был придуман следующий трюк. Трюк перехода к квазичастицам нового типа. А именно. Значит, на каждую частицу приходится два кванта. Тогда создадим новую квазичастицу, который это электрон с привязанными двумя квантовыми потоками. Тогда в приближении среднего поля все кванты потока уже связаны. То есть нет квантов потока. То есть новые квазичастицы, в отличие от электронов, двигаются в среднем в нулевом магнитном поле. То есть мы собили задачу с сильным магнитным полем, с половинным заполнением уровня В, к задаче о вот этих новых частицах, назовём их композитные фермионы. Композитные, потому что они состоят из электронов и двух квантов потока. В отсутствии магнитного поля. Но в отсутствии магнитного поля, поскольку это фермион, как можно показать, то они образуют фермион. То есть имеется сфера фермион для таких композитных фермионов. Теперь вот две плюнки, которые отвечали системе электронов в сильном магнитном поле, это означает, что есть две сферы фермион. Но мы понимаем, наполовину заполненной, это зависит от оптимизма. Я думаю, что аналогия в связи с банкетом, что это фермион. Наверное, да. Наполовину заполненный стакан, это наполовину пустой. Это эквивалент. По этой причине мы можем сказать следующее. В одной пленке имеется сфера фермион электронов, а в другой пленке, поскольку она наполовину заполнена, можно сказать сфера фермион электронов или сфера ферми дырок. Но нам удобнее сделать сферу ферми дырок. Тогда мы возвращаемся к предыдущей задаче. Имеется сфера фермион электронов и сфера ферми дырок. Только теперь это электроны композитные. У них есть некоторая специфика, на которой я не буду восстанавливаться. Но в этой системе действительно наблюдалось щель, появление щели. И в этой системе действительно наблюдалась сверхтекучесть, которая нам и предсказывалась. То есть в этом смысле экспериментальное наблюдение есть, и экспериментаторы действительно ссылались на соответствующую работу. Теперь только два слова. Мне посоветовали не увлекаться формализмом, но я два слова для тех, кто хочет чуть-чуть понимать на математическом языке, что означает то, что мы к одному электрону присоединили два к матопотока. Это отвечает следующему. Мы делаем калибровочное преобразование к другой фазе. Но если мы делаем калибровочное преобразование, то для того, чтобы уравнение щели рассталось с инвариантом, нужно векторный потенциал сменить. То есть добавить новое поле, которое называется калибровочное. Так что мы так подобрали это калибровочное поле, что оно исходное, полностью спрегменсированное. Это и отвечает вот переходу к новому квадзичастицу. Теперь мы рассматривали систему плотную. В случае, если электронные дырки находятся друг от друга далеко, то система из двух фермионов и почти эквивалентно бозон. То есть на больших расстояниях, ну мы говорим атом водорода, какое причиняется статистике? Хотя он состоит из двух фермионов. Когда это справедливо? Для разреженного газа. Если это очень плотная система, это уже более несправедливо. Потому что нам нужно учитывать ферминость частиц, из которых состоит атом водорода. Теперь вот в случае разреженной системы бозонов, а обмен подавлен, при этом можно применить теорию слабо взаимодействующего воздуха газа, ну и рассчитать свойства соответствующей системы. Таким образом, имеются следующие предельные случаи. В случае плотной системы имеются две сферы ферми, и имеется связанное состояние пудровской пары. Связанное состояние здесь существует всегда, вот по какой причине. Здесь сфера ферми, и по этой причине в имбурсном пространстве у нас электронные дырки живут в двумерной порядке. А вы знаете из курса квантовой механики? Что в случае трехмерной системы связанное состояние существует только до так же глубокого потенциала, а в двумерной системе существует всегда. И оно экспоненциально как раз зависит от константа связи. И именно так и дело обстоит в теории Партона-Купер-Шельфера. Это связанное состояние в имбурсном пространстве. Сигнал есть. Но при этом размер отдельной куперской пары он значительно больше в среднем расстоянии между куперской парами. То есть это общество абсолютно аморальное, как в эпоху неолита. То есть есть корреляции пар, но не индивидуальные пары. А вот в случае, когда концентрация маленькая, то это наше высокоморальное общество. Оно состоит из индивидуальных пар. И такие обменные эффекты здесь подавлены. Ну и существует кроссовок. То есть если увеличивать непрерывным образом концентрацию, то непрерывным образом мы переходим в режим Бартона-Купер-Шельфера. Фактически в экспериментах, о которых я чуть позже скажу, был режим довольно все-таки сильных корреляций. То есть не очень сильно разреженная система. Теперь система, о которых шла речь, это пленки. То есть это квазидвумерные системы. Здесь есть специфика. Двумерные системы неприменимы в классификации фазовых переходов Ландау. И в этой системе дальний порядок, или не диагональный, дальний порядок строго говоря отсутствует при температуре отличная дюля. За счет того, что очень сильно влияет флуктуация. Но если система небольшого размера, то не успевают нарасти эти флуктуации. Они логарифмически зависят от расстояния. И в системе возможно наблюдение базоконденсата. А на больших расстояниях происходит то, что называется фазным переходом Костролица-Таулюса, или топологическим переходом. И переход, скажем, из сверхтекучего состояния в несвертекучее, связан с тем, что в сверхтекучем состоянии вихри могут быть только антипараллельные, существовать парами, а в несвертекучем состоянии они диссоцируют. Ну, существует промежуточный режим. Поэтому я на нем останавливаться не буду. Он устанавливается с помощью специальной топки. Теперь вопрос следующий. Как сделать ловушку? То есть сделать конечную систему для экситонов. Экситоны ведь частицы не заряжены. По этой причине с помощью внешнего поля их не удержать. Но делается это следующими способами. Например, делается неоднородная деформация с помощью иголочки. Тогда в место, где сильнее деформация, эти экситоны скапливаются. Либо специальным образом вырезается соответствующий полупроводник. Либо делается управляющий электрод, очень неоднородный. Тогда имеется градиент поля, а градиент поля взаимодействует с дипольным моментом. И таким образом можно сделать ловушку. Но тогда возникает вообще вопрос. Если система из небольшого числа частиц, что такое база конденсация? Что такое сверхтекучесть? Какие критерии обнаружения база и чтеймерской конденсации? То есть, правильно ли нам говорят экспериментаторы, что они наблюдают именно база конденсация? Вопрос такой. Сколько частиц необходимо для того, чтобы наблюдался база конденсация или сверхтекучесть? Вообще, это общий вопрос. Сколько нужно частиц, чтобы наблюдать какую-то фазу? Ну, в частности, вот здесь сверхтекучесть. Ну, конечно, ядерщики, которые присутствуют здесь, скажут, да знаем мы это. Мы знаем, что существует сверхтекучесть даже в ядрах. В ядрах, ну, сколько там, 90 частиц. То есть, достаточно небольшое число протонов и нейтронов спарить для того, чтобы было спаривание, чтобы была аномалия в щели. И если есть аномалия в щели, то должна проявиться и сверхтекучесть. В чем проявляется сверхтекучесть? Сверхтекучесть проявляется в следующем. Если система сверхтекучести, она не может увлекаться. То есть, в полностью сверхтекучей системе, в момент инерции, не существует моментальной инерции. По этой причине, вот когда мы видим по телевизору, крутится фигуристка. Если бы она внутри была сверхтекучая, складывайся, не складывайся и не закрутишься. То есть, момент инерции, момент инерции – ноль. Вот, по этой причине можно было бы определять наличие сверхтекучих частиц, отношение числа сверхтекучей, ну, отношение, например, числа… Вот здесь у меня сверхтекучие, отношение сверхтекучей компоненты, полной частицы. Это единица минус момент инерции в системе, в которой действительно есть сверхтекучесть, сверхтекучесть к классическому моменту инерции. А эффективный момент инерции нужно было бы считать, рассчитывать. Как именно? Ну, значит, нужно было бы привести в систему вращение, и это отклик системы на вращение, вот с помощью вот приведённых форм. Здесь, конечно, есть проблема. Проблема состоит в следующем. Всегда ли отклонение от классического момента инерции связано с тем, что система сверхтекучия? Нет. Если в системе не очень небольшое число частиц, то за счёт того, что моменты разных компонентов не коммутируют друг с другом, будет отличие от классического всё равно момента инерции. То есть, на самом деле, вот эта формула будет работать, когда имеется уже несколько десятков частиц, то тогда вот можно посчитать отклонение отношения сверхтекучего числа частиц к нормальному по отношению моментов инерции. Теперь как определять, есть в системе базоконденсация или нет? Если в системных частиц имеется основное состояние в протяжённой системе, то все частицы находятся с импульсом равным нулю. По этой причине, если они рекомбинируют, то у них импульс, то они передают энергию фотона, если это двумятная система. Причём компоненты импульса вдоль системы равняются нулю. Потому что они все были в базоконденсации. И по этой причине соответствующий пик будет в точности перпендикулярен к соответствующему образцу. Потому что они передаются импульсы от базоконденсации. В случае, если есть ловушка, ну понятно, если размер ловушки L, то будет некая размазка гауссова вблизи порядка H9L, но не больше. Тогда это, по крайней мере, условие необходимо для того, чтобы был в базоконденсации. Теперь интересно следующее. Если система конечная, если система была бы бесконечная, то соответствующую матрису плотности можно было бы характеризовать. Матриса плотности, одночастичная, равняется произведению Кси АДР1 на Кси АТР2 на очень больших расстояниях, как в конечностях или как. Но тогда можно преодолеть это трудно следующим образом. Взять и раздвигать не координаты, а временах. И тогда на больших временах может быть вот такая факторизация. То есть тогда можно было бы по неким откликам по частоте судить о наличии дальнего порядка, ну квази-дальнего порядка в системе. Но существуют и другие некоторые определения, я хочу это уже пропустить. Теперь, вот разные определения дают немножечко разное число квази-частиц, число частиц в обденсации. В пределе они все совпадают, конечно, а для количественной системы они немножко не совпадают. Что говорит о том, что понятие базоконденсации в конечной системе – это, в общем, вещь такая более-менее приближенная. И кроме того, непростая есть связь между наличием базоконденсации и сверхтекучести. В протяженной системе однозначно это устанавливается связь. И с наличием базоконденсации в системе взимодействующих частиц всегда следует сверхтекучесть. В системе небольшого числа частиц связь, конечно, существует, но вот эти определения дают немножечко разные результаты, что говорит о том, что понятие числа сверхтекучих частиц в конечной системе – это вещь, в общем, не очень однозначная. Теперь, что делает это в эксперименте? В эксперименте делается следующее. Значит, как бы мы могли… Что является, как говорится, о решающем эксперименте? Что является решающим экспериментом для того, чтобы установить есть базоконденсации линия? Ну, во-первых, должен быть резкий пик в угловом распределении. Как я уже говорил, должен быть пик перпендикулярный данному образцу с очень маленькой шириной распределения, которая… и эта соответствующая ширина обратно пропорционально ширине ловуши. Кроме того, должна быть наблюдена интерференция в системе. Скажем, двухлучевая интерференция по схеме Юнга. То есть взять две части системы, которые мы подозреваем, что есть базоконденсат, и мы должны убедиться, что эти две части системы когерентны. То есть отдельно от них отвести люминесценцию, смешать и наблюдать интерференцию. Если интерферируют, значит, эти соответствующие компоненты, они когерируют. Ну, вот эксперимент в группе Академика Тимофеева в Черноголовке показывает, что при температуре ниже некоторой, вот в системе двух связанных квантовых ям, а также в одной квантовой яме, в сильном электрическом поле, в которое раздвигает электронные дырки и создаёт деполь, действительно наблюдается очень узкий пик люминесценции при понижении температуры либо при увеличении накачки. Когда накачки становится больше некоторых, появляется он вскипив. Солнечная закачка, лазерная, становится больше. Это означает, что концентрация экситонов становится больше. Ну, когда концентрация экситонов такова, что температура перехода становится больше критической температурой, меньше критической температуры, при которой система приходит в базоконденсированное состояние, вот тогда происходит соответствующая базоконденсация и должна наблюдаться узкий пик. Вот он и наблюдается. Кроме того, интерференционная картина также наблюдалась в этих экспериментах. То есть, по-видимому, тот эффект, который мы предсказывали, действительно наблюдается, и там есть конденсация. Теперь интересно следующее. Пусть имеется конденсат в системе вот этих двух квантовых гео. В этом конденсате могут существовать два экситона, например. Возьмем пару экситонов. Эти пары экситонов находятся в конденсате, по этой причине полный импульс ранен нулю. Если они испускают два фотона, то конечный импульс должен равняться в тоже нулю. По закону сохранения импульса. Значит, как могут испускаться эти два фотона? Только в противоположные стороны. По этой причине, если существует процесс взаимодействия между этими экситонами, в результате которого испускаются два фотона, то эти два фотона могут быть только в противоположных направлениях. А следовательно, если мы поставим счетчики в направлениях под углом Пи, то там должно быть, и будем измерять эксперименты по схеме совпадения, то должен быть плечов, который установит наличие корреляции между соответствующими фотонами. Но здесь еще по-хитрее дело состоит. Дело состоит в том, что должна быть корреляция вот с этим фотоном, потому что здесь сохраняется не полный импульс, а поскольку в системе есть варианты, соотносительно только сдвигав вдоль соответствующих ям, то сохраняется только проекция импульса. И по этой причине должна быть корреляция не только относительно фотона назад, но и фотона вот в этот бок, потому что фотон назад и фотон вот в бок, они подают одним и тем же, одной и той же проекции. Вот какой интересный был бы эффект. То есть, если бы поставить счетчики и померить, измерить по схеме совпадений корреляции, то мы бы установили соответствующую корреляцию. Более того, представим себе, что падает лазерный луч в каком-то направлении. Поскольку имеются вот эффекты с двумя фотонами, распространяющимися в противоположные стороны, то происходит следующее. Вот это лазерный луч. Он стимулирует процессы с устранением фотонов вот в этом направлении. В его же направлении. Просто бозорный эффект. Но, поскольку имеется единый процесс испускания фотонов в этом направлении и в этом направлении, то этот же луч стимулирует фотон, который тут в противоположном направлении. То есть, помимо нормального отражения, он стимулирует фотон в противоположном направлении. И это выглядит, как будто бы луч в точности отражается назад. Ну и кроме того, он стимулирует еще фотон, который идет вот в эту сторону. Вот такое предсказание делается. Теперь, значит, сколько в моем восприжении времени? Сейчас можно сделать перерыв? Тогда делаю перерыв. Спасибо. 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 ? Спасибо. 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 Теперь некоторые другие возможности и другие экзотические фазы. Вот что будет с этой системой дипольных эксидонов, если концентрация эксидонов уменьшает, то есть взаимодействие увеличивается, либо диполи увеличивается. Увеличение диполя, например, если в одной квантовой яме взять электрическое поле и его увеличивать, дипольный момент растет. Тогда получается усиление взаимодействия. Это усиление взаимодействия сначала приходит к тому, что, как я уже говорил, все больше и больше частиц выходит из конденсата и, кроме того, возникают корреляции и в пространстве. Но вот интересно следующее. Оказалось, что при достаточно большом дипольном моменте в системе возникает даже кристаллическая фаза. Ну, мы это сделали сначала с помощью аналитики, конечно, простой, а потом сделали это с помощью первопринципных расчетов. Вот в этих работах это сделано с помощью так называемого квантового метода Монтегарда. Я благодарен кафедре теоретической ядерной физики, где я читаю как раз курс компьютерного моделирования. И, в частности, квантовый метод Монтегарда. И вот оказалось, что при увеличении дипольного момента в системе возникает то, что называется квантовый фазовый переход. То есть фазовый переход управляемый не температурой, а изменением некоторого параметра, в данном случае дипольного момента. В системе действительно, как показывают расчеты, возникает кристаллическая фаза. Интересно было бы вот ее наблюдать в эксперименте при достаточно больших моментах. Теперь, кроме того, оказалось следующее. Если взять систему небольшого числа частиц, диполь, в ловушке квадратичный, ну, скажем, как созданный внешним потенциалом, то распределение плотности в этой системе эволюционирует следующим образом. Сначала это вблизи центра ловушки Гауссиана. А вот хочу спросить у студентов, а почему Гауссиана вблизи центра ловушки? Кто скажет мне? Из курса квантовой механики это вытекает. Система слабо взаимодействует, ну, скажем, почти не взаимодействует. Почему распределение плотности Гауссиана? Кто скажет? Какая волновая функция в квадратичной яме? Это осциллятор. То есть Гауссовая функция. Значит Гауссиана. Потом при повышении, увеличении взаимодействия происходит расталкивание частиц, и вместо Гауссиана возникает некое такое более протяженное распределение плотности, которое описывается, в общем, моделью типа Томаса Ферми. И при еще большем взаимодействии в системе неожиданно возникает следующее. На этом фоне непрерывном возникают некоторые скачки плотности, то есть возникают некие оболочки, то есть кристаллизация. То есть при повышении взаимодействия в системе возникает кристаллический порядок. Порядок, напоминающий кристаллический. Причем интересно следующее. Вот это действительно забавно. Вот эти осцилляции, их амплитуды не очень велики, так что остается область под ними такая, что она принимает участие в сверхтекучести. То есть в системе одновременно есть кристаллический порядок и одновременно есть сверхтекущий порядок. То есть в системе это, таким образом, компьютерное моделирование показывает, что в системе возникает некая фаза, ну вот в системе очень небольшое число частиц относительно, там порядка ста частиц, которая называется суперсолидом. В свое время гипотезу о существовании такой фазы высказали Илья Михайлович Лившиц и Андрей Федорович. Сейчас. Значит, да, первые высказали... Там, в общем, не очень... Были еще высказывания по этому поводу. Но первая работа действительно была Лившица и Андреева. У меня была такая точка зрения, что, возможно, в квантном кристалле существует несовпадение числа частиц и числа узлов. Тогда здесь вакансии в основном в состоянии системы. Вакансии в системе бозонов – это тоже бозоны, подобно тому, как дырки в полупроводнике, то есть отсутствие электронов – это тоже фермион. А здесь отсутствие бозонов – это тоже бозоны. И по этой причине в системе есть кристалл, но эти вакансионы, разреженный газ вакансионов, могли бы с базой конденсироваться и быть сверхтекущей системой. По этому поводу была очень обширная деятельность. Но вот оказалось следующее, и наши подъемы, в частности, показывали, что в мезоскопической системе, в малой системе, такое существование возможно. Но когда число частиц увеличивается, то концентрация базы конденсата стремится к нулю, и в макроскопическом пределе, она исчезает. То есть, по-видимому, макроскопического суперсолида, к сожалению, не существует. Вот если руками вводить вакансии, то, как показывает совсем недавняя наша работа «О конденсирование», значит, в такой системе с неравновесными вакансиями суперсолида существует, в равновесном случае – нет. А в мезоскопической системе небольшого числа частиц суперсолида существовать не может, оказалось. Ну и вот последний сюжет, о котором я хочу рассказать. Значит, таким образом, мы обсудили с вами две системы, в которых, по-видимому, наблюдается конденсация. Первая – это система двух связанных квантовых ям в электрическом поле, или одной квантовой ямы в сильном электрическом поле с эксидонами. Электрическое поле наводит типольный момент в системе. И система соответствующих бозонов является скандинзированной в ловушке, и, кроме того, наблюдается сверхтекучесть. Вторая система – это система двух электронных слоев в сильном магнитном поле с половинным заполнением уровня Вандау. В этой системе имеется мэппинг на предыдущую схему. Там тоже наблюдается сверхтекучесть. И, наконец, третий – очень популярный сейчас система. Система устроена следующим образом. Это оптическая полость, оптическая микрополость, размером порядка оптической длины волны, скажем, от 40 до 800 нанометров. Ограниченная двумя бреговскими зеркалами. Значит, у них коэффициент отражения очень большой, и по этой причине возможно многократное отражение фотонов. То есть в фотоне существует здесь стоящая волна фотонная. Ну, мы будем рассматривать модуль с n равняется 1, то есть когда имеется один печок вот посредине. Теперь посредине этой оптической полости существует квантовая яма, то есть тонкий слой полупроводника, в котором может быть возбужден экситон. Причем свойства этой квантовой ямы подбираются следующим образом. Энергия образования этого экситона в точности равняется энергией фотона, в котором образуется одна стоящая волна. То есть имеется резонанс между двумя бозонами. Стоячим фотоном и экситоном. Один может превращаться в другой. Вот наш зоохаметр Иштяв очень любит эффект, когда осцеллирует, происходит осцилляции уровней в оптической полости атом и фотонов. Значит у него есть такая классическая работа. То есть осцилляция это осцилляция рада. Здесь осцилляции между фотоном и экситоном. В точности они находятся в условиях резонанса. Итак вот, давайте посмотрим, что это за фотон сначала, в этой микрокомости. Энергия фотона равняется в целом на К. К равняется корень из К параллельное в квадрате, вот К двумя. Плюс К перпендикулярное. А К перпендикулярное оно квантовано. Видите, П делить на Л. Ну это я положу равным единице. Дальше пойдет речь об очень маленьких К параллельных. Потому что пойдет речь о конденсации этой системы с очень маленькими К. А величина П делить на Л фиксированная. По этой причине, если я разложу этот корень, то разложение даст константочку плюс К в квадрате с неким коэффициентом. Этот коэффициент я обзову единица делить на два массы. На удвоенную эффективную массу. То есть как бы у фотонов в полости появляется такой закон дисперсии, который эквивалентит появление эффективной массы. Эта эффективная масса только вот в этом направлении. Значит, вот закон дисперсии. Вот здесь нарисован сначала квадратичный закон дисперсии, ну и, конечно, потом при больших планах переходит в линейный. Причем эта эффективная масса зависит только от геометрии полости. Ну, правда, тут еще скорость света входит. Скорость света в данном материале. То есть еще от диэлектрической реквенциальности. Так вот, эту величину r я подберу так, ну и соответствующую энергию подберу так, чтобы энергия фотона при k2d равен 0, то есть pf9d, вот это, было в точности равнялась и на пиксиру. Тогда произойдет следующее. Значит, имеется квадратичный вот этот закон дисперсии, для фотона. В полости. Причем... Причем, вот если подставить реалистические значения a, ну, порядка, там, сотни нанометров, то соответствующая эффективная масса, так называемая эффективная масса, продольная эффективная масса фотона, она равняется, и это счастье, примерно 10-4, 10-5 от массы электрона. Для чего это мне нужно? А потому что температура перехода обратно пропорциональной массе. Хочется поиграть на этом, чтобы увеличить резко температуру перехода. Тогда в системе, и так, имеется фотон, вот синенький, очень резкая, в зависимости энергии от импульса, очень резкая, потому что очень маленькая эффективная масса, 10-4, 10-5. Имеется экситон, энергия которого в точности совпадает с энергией фотона при импульсе равном нулю. У него тоже квадратичный закон дисперсии, но эффективная масса экситона, она порядка примерно 0,2 от электронной массы, по сравнению 10-4, 10-5 до фотона. То есть на этом масштабе это почти плоская прямая. Ну почти прямая. Очень маленькая кривизна. Теперь в этой точке они совпадают, но они взаимодействуют фотон с экситономом. Фотон может рождать экситон. И это взаимодействие приводит к тому, что в точке врождения имеются два состояния, которые взаимодействуют друг с другом. В результате происходит расщепление. Вот это расщепление, расщепление рами, или в данном случае это полиритонное расщепление. В результате, в результате истинные состояния, это состояния вот эти расщепленные, нижние и верхние, они называются полиритонами. Вот вблизи точки резонанса, вот это полиритон, это волновая функция экситона, плюс волновая функция фотона с средними коэффициентами. Вблизи караму 0, коэффициент почти одинаковый. Это наполовину экситон, наполовину фотон. А когда импульс увеличивается, вот при больших импульсах это почти экситон. При малых импульсах это больше фотон. Ну и так далее. Теперь, это ВОЗовская система. В отличие от системы фотонов, да, у нас мы считаем, пусть фотон, пусть там как возбудилась, в системе живет достаточно долго. Потому что качество зеркал достаточно хорошее. На самом деле, пока в эксперименте оно не такое уж хорошее. Тем не менее, это осталось для того, чтобы наблюдать различные региональные эффекты. Полиэлитоны, тогда в систе если бы было равновесие то полиэлитоны взаимодействовали друг с другом. Фотоны в линейной среде не взаимодействуют. И по этой причине тепловое равновесие, фотоны будет под системной установить их не можно. Но у полиэлитона есть часть экситонная, а экситоны друг с другом взаимодействуют. По этой причине полиритоны взаимодействуют друг с другом, и система может перейти в тепловое равновесное состояние, и при достаточно низкой температуре, поскольку и фотон, и экситон являются бозонами, то и линейная комбинация двух бозовских операторов – это тоже бозовский оператор. Линейная комбинация двух бозовских частиц – это тоже бозовская частица. Так что в системе может образоваться базоконденсат полиритон. Ну вот, допустим, образовался базоконденсат полиритонов. Так. А чего она не хочет? А где? Базоконденсат. 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 Вот это? А, вот так мне нажимать? Ага, понятно. Значит, у меня другая штучка. Ага, значит, тогда, если бы образовалась такая базоконденсация, то произошло бы следующее. На первой стадии накачивается полиритон в полости. На второй стадии система переходит в тепловое равновесие. Полиритоны конденсируются и возникает регулярность системы. То есть, и фотоны, и эксидоны находятся в конденсате. И это два связанных конденсата. Фотоны и эксидоны. Теперь, зеркало все-таки чуть-чуть прозрачное. По этой причине, на границах полости, вот, фотоны могут вылетать перпендикулярно. При этом, если действительно есть базоконденсат, то они только перпендикулярно вылетают. И более того, они все находятся, ну, примерно в одном состоянии, поскольку они были в конденсате. То есть, фотоны, вылетающие отсюда, несут информацию о том, в каком состоянии они были здесь. То есть, в состоянии конденсата. А это означает, что, если бы это черный был ящик, и мы бы не знали, что там внутри, то мы бы сказали, что это лазерное излучение, кабинетное излучение. При этом инверсии в системе нет. То есть, это безинверсионный лазер. Лазерное излучение формируется за счет того, что самоорганизуются полиритоны. Они приходят в тепловое равновесие за счет взаимодействия друг с другом. И вот в этом был интерес к этой задаче. Ну, здесь есть несколько вопросов. Первый вопрос. Ну, на самом деле, время жизни полиритонов в полосе, честно говоря, не очень легко. Но, тем не менее, в системе, как вы увидите, возникает ряд кабинетных состояний. Ряд кабинетных эффектов, которые наблюдается в эксперименте. Второй вопрос, который сейчас сильно обсуждается. Если есть в системе базоконденсации, а нет ли в системе сверхтекучести? То есть, если базоконденсированный состав, не может ли она сверхтечь? То есть, мы не можем ли мы каким-то образом, бездисципативным образом передавать информацию и так далее, и так далее. И как это проявится? И, наконец, третий вопрос. Вопрос такой. Система двумяка. Значит, для того, чтобы был базоконденсат, нам нужно сделать ловушку. Я чуть позже расскажу о ловушке для полиритонов. Она экспериментально осуществлена. Но в протяженной системе, тогда базоконденсации быть не может, но может быть, переход к острове Цартаулеса в сверхтекучее состояние. Но температура сверхпродящая, температура перехода сверхтекучего, она пропорциональна концентрации. И вот мы с моим соавтором Андреем Семеном, ну, развили некую теорию, как вычислить сверхтекучую плотность полиритонов. Дело в том, что температура перехода пропорциональна сверхтекучей плотности. Обычная сверхтекучая плотность в системе вычисляется по рецепту Ландау. В чем состоит этот рецепт, который вот изложен в учебниках? Он состоит в следующем. Вы переходите в следующую систему отсчета и вычисляете импульс возбуждения. Дело в том, что только возбуждения температурные дают вклад в нормальную компонентную систему. И по определению тогда импульс равняется плотности нормальной компоненты умножить на массу частиц и умножить на скорость. Так что сверхтекучая плотность по определению равняется сверхтекучей, равняется полной плотности минус нормальной плотности. Что мы использовали вот в этом рецепте Ландау? Мы использовали переход в другую систему отсчета. Считаем, что в системе есть галилеевая инвариантность. Это очень важно. Но дело состоит в следующем. В случае вот этой системы все не так просто. Потому что в этой системе мы по существу... Полиэтоны это линейная комбинация фотонов и кситонов. То есть мы делаем преобразование... Линейное преобразование в этой системе. А это линейное преобразование за инстатимбусов. Экситоны и фотоны. Раста, то взаимодействие... А взаимодействуют экситоны только друг с другом. И там есть операторы рождения и уничтожения экситонов. Но когда мы подставляем выражение его через полиэтоны, то получается, что это взаимодействие зависит от этих коэффициентов. Которые в свою очередь зависят от инстатимбусов. А раз так, то вообще говоря, гамильтониан под систему, которую мы рассматриваем, под систему полиэтонов на нижней вот этой веточке, она не вариант относительно преобразования галилеи, и тогда рецепт вам довольно нельзя применять. Ну вот, обходным моментом является следующее. Нужно это сделать с помощью вычисления, короче говоря, линейного открыта в системе. Подробностей я обходить не буду. Но, в общем, это можно сделать. И таким образом сделать оценку для температуры перехода коста рецептатуса. Результат интересный. Результат получается следующий. Что имеется два связанных состояний. Два конденсата, фотон и экситон. Они, в принципе, флутурируют. Но они флутурируют, вообще говоря, в основном в антифазе. И фаза, между фазой экситонного конденсата, относительно фазой фотонного конденсата, фиксирована. Это приводит к ряду физических последствий. И, например, просто нет времени останавливаться на этом подробно. Но самое интересное, что, несмотря на то, что есть два конденсата, в системе только один есть фазой переход в состоянии сверхтекучей. В состоянии коста рецептатуса. И вот, значит, мы вычислили вот эту штуку. Температуру перехода. Теперь, насчет локализации. Как локализовать вот эти полиэтуры, чтобы базотронизацию все-таки осуществить, чтобы система была не протяженной, а конечной? Ну, во-первых, поскольку экситоны связаны с фотонами, они завязаны, то можно удержать только одну компонент. Либо фотоны, либо экситоны. В частности, с помощью неоднородной, вот, мой соавтор 9-сноу из Питцбурга, он делал следующее. Он просто давил иголочкой на блокпроводник. Было неоднородное поле. И в это неоднородное поле стягивались экситоны. То есть, это была ловушка для экситонов. А поскольку фотоны завязаны с экситонами, то это была и ловушка для полиэтонов. И таким образом, он пытался наблюдать пазаконденциат. И утверждает, что наблюдал пазаконденциат. Вот его экстример. Вот эта иголочка, которая давит вот на образец, вот на этот образец. В котором живут экситоны. Теперь, что наблюдается в эксперименте, помимо этого? Ну, вот, в работе французской группы. Ну, во-первых, при достаточно большой накачке наблюдается возникновение, с ростом накачки, острова пика. Острова пика ленинсценции. Как я уже говорил, наличие острова пика ленинсценции перпендикулярно простым. Это свидетельство того, что в системе есть как раз базаконденциация. Кроме того, наблюдаются еще и различные интерферационные эффекты. Так что, есть утверждение, что какой-то аналог конденсации есть. Сейчас вот люди разбираются, насколько этот аналог похож на базаконденсат. Мы предложили, вот совсем недавно, в нашей работе о полугонной физерее, сейчас вот готовится работа вместе с Андреем Семеновым, значит, следующую схему обнаружения конденсата. Она состоит в следующей. Вот имеется, значит, микрополость, в которой имеется стоящая волна. Вот стоящая волна. Вот имеется полуправниковая квантовая яма, в которой возбуждается разным образом мексидон. Представим себе, что мы погрузили в эту микрополость еще одну квантовую яму, в которой живут электроны. Тогда, если мы здесь приложим напряжение, здесь пойдет электрический ток, вот только в этой квантовой яме. Но электроны поляризуют экситоны. Они поляризуют их, взаимодействуют. И если это двигается, то и это начинает двигаться. Вот этот эффект называется эффектом увлечения. Вот первая работа по эффекту увлечения была вот наша работа, потом были еще, сейчас это громадная область. Вот здесь увлечение электронами экситонов. Но экситоны завязаны с фотоном. И таким образом увлекается поляризмом. То есть мы таким образом с помощью электричества как бы тока можем ее и фотонами управлять. При этом интересно следующее. Значит, можно увлекать только нормальную компонентность. Его текучие не увлекаются. По этой причине, если бы была вот такая, что должно наблюдаться? Вот имеется пик, который отвечает по законоденсированным экситонам. Вот имеется некое распределение не сконденсированных экситонов. Теперь, если мы начинаем увлекать, мы начинаем увлекать только не конденсированную часть. То есть вот эта штука синенькая, она почти вся сдвигается. Ну, за исключением некой подставочки, которую я сейчас не очень хочу рассказывать подробностям. Значит, таким образом, вот наличие, появление вот такой десимметрии и того факта, что пик остается на месте, это было бы явное свидетельство того, что в системе есть конденсат. Вот этот эффект мы и предлагали. Ну, и, кроме того, можно управлять еще этими паралитонами. Это можно посчитать с помощью системы кинетических уравнений. Микроскопические вещи здесь заключены во различных временах рассеяния. Ну, и линеризовать соответствующие распределения для фотонов и электронов. И тогда можно рассчитать коэффициент увлечения. Это один способ. Второй способ, вот тот, который сейчас связан с законченной работой, это с помощью диаграммы техники рассчитать эффект, как говорят, трансконтактивити. То есть, вот такую диаграмму, в которой есть две части. Одна вершина электронов, другая вершина экситронов и их взаимодействие между ними. То есть, это электроны взаимодействуют с диплом. Расчет этой диаграммы должен давать как раз тот же самый ответ. Ну, и оценки величины состоят в следующем, что, в принципе, в эксперименте должно наблюдаться возможным наблюдением угла наклона вылетающих фотонов за счет эффекта увлечения порядка до 20 градусов. Значит, теперь вопрос о том, как описывать систему ловушек. Теперь я хочу рассказать о неком, как мне кажется, интересном подходе и некоторых интересных эффектов. Эта работа наша с бывшей аспирантой в кадре ТЯФ, Ниной Морной, ныне она сотрудница в НИХИ. Значит, задача состоит в следующем. Итак, мы знаем, что полиэтоны — это запутанное состояние, то есть линейные суперпозиции экситонов и фотонов. Ну, или оператор рождения полиэтона — это линейная комбинация операторов экситоны и операторов фотонов. По этой причине, конденсатная функция — это тоже линейная комбинация. Конденсатная функция экситонов — это полиэтонов, это, соответственно, линейная комбинация конденсатных функций фотонов и полиэтонов. В принципе, по этой причине в системе есть два связанных конденсата, которые характеризуются своими волновыми функциями. Волновая функция – это конденсат экситонов и волновая функция фотонов. При этом их, естественно, описать системой двух связанных уравнений. Одно связанное, одно уравнение. Это уравнение просто волновое, но в котором есть правая часть с источником. Источник — это источник, который описывает превращение экситонов в фотоны. И вторая часть — это уравнение, которое описывает экситонную часть с правой частью, которая описывает накачку фотонов. Эти два уравнения — это уравнения типа Гросса-Питаевского, которые описывают два нелинейных уравнения шейфта. Причем, на самом деле, нелинейность есть только для системы экситонов, поскольку они взаимодействуют друг с другом, а фотоны не взаимодействуют. То есть одно нелинейное уравнение Шейнгера с правой частью, а второе — линейное уравнение типа Шейнгера, то есть это волновое уравнение. Вот такие два связанных уравнения. Их можно решить. Ответ такой, что при небольшой накачке имеются два профиля — экситонный и фотонный. При увеличении накачки, при увеличении химического конденсала профили фотонного конденсата и профили экситонного конденсата могут не совпадать. Вот это интересно. Это нечто новое, что описывается с помощью системы двух уравнений, описывающих два конденсата, а не один. И, в принципе, они сильно могут даже не совпадать при некоторых условиях. Ну, мы это делали другим способом, другим моим учеником. Он сейчас находится в естественном процессе. И, наконец, следующее. Интересный вопрос. А что будет, если экситон, если полиритоны являются нервной местной системой? Вот что будет, если мы в уравнении типа нелинейного уравнения Шейнгера введем член, который отвечает на качки, и, кроме того, распаду конденсата, с чем-то связанным, например, с вылетом фотона из полости. Оказывается, что в зависимости от пятна получается следующее. Сначала система однородная, то есть такой однородный конденсат. А потом происходит какое-то странное, это численный расчет, спонтальное нарушение симметрии, и образуется в системе вихри. Обычные вихри, как вы знаете из курса статистической физики, образуются только за счет того, что свертекущая жидкость вращается со скоростью больше нервной критической. Тогда образуются вихри фельма. А здесь, оказывается, они образуются спонтанным образом. Вообще говоря, в эксперименте наблюдаются какие-то странные пяки. Может быть, именно это явление? Это, я не знаю, это пока вопрос только для размышлений. Ну и я подхожу к концу, на самом деле. Так что выводы. Имеются различные фазы эксихронов, в которых наблюдается конденсация сейчас. И, по всей вероятности, вот в системе дипольных эксихронов, скорее всего, действительно наблюдается конденсация. Теперь в системе двух связанных электронов, несомненно, наблюдалась свертекучесть. Нет вопроса. Что касается базы конденсации и свертекучести эксидонов, то сейчас это большой вопрос. Дело состоит в том, что имеется все-таки добротость соответствующих оптических полосей сейчас порядка сорока тысяч. Напоминаю, что добротость – это частота делиться на ширину. Вот. Порядка сорока тысяч. Еще недостаточно. То есть время жизни порядка десятков и косяков. И вроде бы получается так, что какая-то частичная равновесия за это время может установиться. Но это явно не полная равновесия. И вот по этой причине сейчас очень важно развивать временную задачу для базы конденсаторов. Речь идет не о термодинамике базы конденсатора, а о динамике. Как именно возникает конденсатор при охлаждении. До какой степени мы дошли. Ну вот видны эффекты, что могут быть в этой системе возникать топологические возбуждения, даже если имеется нестационарность. То есть пока этот вопрос не решен. Хотя экспериментаторы настаивают, что они наблюдают базы конденсаторов. Ну, спасибо за внимание. И большое спасибо моим дорогим соавторам. Грише Астракарчику, с которым мы много лет сотрудничаем. Мой бывший аспиратор сейчас в Барселоне. Олег Берл. Мы сейчас в Нью-Йорке в Тьюнии. Игорь Крупаков, Андрею Семенову, Алексею Филинову и Нина Кондна. Я прошу прощения здесь. Спасибо. Вопросы? Можете, как раз сказать, про вагноны и конденсат? Что ж вам? Скажите, пожалуйста, про вагноны и конденсат. Какой? Конденсат вагнонах. Вагнонах? Вагнонах? Это спиновые волны. Теперь вот утверждается, что при накачке спиновых лун такой спиновый конденсат может возникнуть. Но, понимаете, дело состоит в очереди. На самом деле можно говорить было бы и о том, что на самом деле конденсаты и раньше наблюдались. В частности. Вот, например, рассмотрим антихерметизм хрома. Антихерметизм хрома иногда рассматривается следующим образом. Это как волна спиновой плотности. Но макроскопическая волна спиновой плотности. Идея состоит в следующем. Как можно было бы это объяснить происхождение? Объяснить происхождение – это настоящий сценарий. Вот имеются электроны с одним импульсом, дырки с другим импульсом. Причем минимум в электронной зоне не совпадает с максимумом в дырочной зоне. Они разберутся на некий импульс. Тогда, в принципе, могло бы происходить спаривание с импульсом отличного макроскопа. Образовалась бы волна. Какая волна? А это зависит. Как вы спариваете? Вы спариваете с каким спином? Вот такие спины или вот такие спины? Значит, в принципе, если вы спариваете с учетом спина, то если у вас одинаковая спина, то, в принципе, могла бы просто образоваться волна в плотности. В другом случае у вас могла бы образоваться волна спиновой плотности. Но волна спиновой плотности – это и есть антифераментизм в одном направлении. Магнитный момент направлен в другую сторону. Если учесть межзонные переходы и еще кое-какие эффекты, то оказывается, что эта система не будет обладать никакими сверхсвойствами, кроме того, что вот есть вот это вот предлечение. По этой причине иногда понятие базоконденсата используют для того, чтобы описать данное состояние, но никаких сверхсвойств при этом не возникает. Это состояние называется в состоянии экситонного диэлектрика. Как показал, было показано впервые в работе Келмыша Гусейнова, за счет межзонного перехода происходит то, что называется фиксация фазы, то есть фаза не может быть любой. Значит, в системе не может быть никаких сверхтоков, потому что токи связаны с градиентами фазы. Достаточно небольшого изменения фазы, чтобы потёк, автоток и так далее. Никаких сверхспособов не будет, кроме антифераментизма. То есть это способ просто описания. По этой причине базоконденсация это не только объявление с некоторыми антифераментами сносами типа сверхтекучести, но и способ описания, полезный способ описания таких фазовых переходов, как переходы в антифермагнитное состояние, в состояние фазового перехода в металл-диэлектрик и так далее. И так далее. Еще? А можно я спросить? Может быть, на самом деле, прозвучал ответ на этот вопрос? Я прослушал. Вот в такой системе, где у вас экситроны связаны с батонами, можно получить что-нибудь? Можно получить что-нибудь? Вопрос тот, которым занимается, что будет, если у вас была накачка, но в системе есть и конденсат, и вот как наличие этого конденсата сказывается на вот этих лазерных эффектах? Это интересный вопрос, сейчас только этим занимаются. По этой причине получается следующее, что при некоторых режимах в системе возникает то, что называется режим безинверсионного лазера, а при некоторых других режимах, скажем, при большей накачке, возникают режимы базового типа. Сначала связанное излучение, потом вот лазерных эффектах. И есть некий фазовый переход еще между ними. Вот это самое интересное, чем сейчас. Так что убираем. Мы занимаемся, но мы еще... Еще ответы. То есть можно тоже бежать и заниматься? Можно. Спасибо. Спасибо. Ну что, это была последняя лекция. На этом школа закрывается. Завтра у вас завтра небольшой отдых. После обеда, который остается в час, мы отсюда все уезжаем. Два часа отходит авторгуст. По-моему, все записали, да? Ну, разрешите мне, во-первых, поблагодарить всех лекторов, лица тех, которые остались, за то, что они приехали, прочитали чрезвычайно интересные лекции. Надеюсь, они все были очень полезны. Решите вас поблагодарить слушателей, которые приехали сюда. И, вот, внимательно все это слушали. Надеюсь, все это оказалось вам очень полезным. Ну, и разрешите выразить надежду на то, что наша школа будет продолжать заводы. Да, и где-то через два года мы снова добудем денег и сможем организовать такую же школу. Может быть здесь, а может подешевле, или опять на полу. Я не знаю. Как получится. Так что, до встречи и успехов вам всем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Пару технических, как говорится. Ну, значит, свежий Владик, конечно, сказал, точнее, повторил, который раньше с автобусом за два часа, значит, те, кто записали ехать на автобусе, вы, пожалуйста, не теряйте, что два часа хорошенько лучше раньше будете. И у нас, несмотря на то, что научная программа закончилась, культурная жизнь закончилась, а вот у Геон был, у ПОТ. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что сегодня в две часов будет дискотека ПАЭП для слушателей, и лекторов, и гостей, и всех. Участников школы. И это еще не все. Мы решили участников, ну, в основном, с службами проинтервивировать нас на предмет того, что вам понравилось, и что, может быть, нужно было улучшить из них и так далее. Поэтому я всем пошлю анкету, в небольшом приказе, 5-6 вопросов, которые надо заполнить и вернуть мне в электронный курс. Хорошо? Теперь все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ